10 февраля отмечаем дату памяти Александра Сергеевича Пушкина. 180 лет с того момента, как Александр Сергеевич Пушкин погиб от рану, который получил смертельную рану, получил на дуэли, и 10 февраля его не стало. Чем дальше мы от Пушкина, тем ближе он к нам. Каждый год в этот день по всему миру люди вспоминают творчество русского поэта, проводят лекции, читают стихотворения. Ученики 62-й школы стали ближе к Пушкину благодаря коллекции семьи Бутыриных. Книги, значки, скульптуры, поэты, открытки, медали и эксклибрисы стали достоянием учебного заведения. Одна из таких самых ценных, я так считаю, это слово полку Игореве. Год издания 1800-й. А собирал эту коллекцию Александр Вячеславович Бутырин. И ушло у него на это более 30 лет. Мой муж, который учился в Ленинградском Суворовском училище, и ему попало у бабушки, он увидел книгу о судьбе прижизненных изданий Пушкина. С этого времени началось его увлечение. Так как он учился в Суворовском Ленинградском училище, то, конечно, его страсть была, это, конечно, история. Он занимался в историческом кружке, в музее, в Эрмитаже. Любовь к истории Александр Бутырин пронес через всю жизнь. Даже работал учителем истории во Владивостоке. К тому моменту Александр Вячеславович собрал внушительную коллекцию экспонатов, посвященную Пушкину. И на рынках, и в магазинах, и у него была очень большая переписка. Он переписывался со многими людьми по всему Советскому Союзу. И я говорю, вот у нас есть коллекция экслибрисов, это книжный знак, которую он приобрел в Одессе. Пушкинистые Одессы не могли найти сумму в 77 рублей. Ну, тогда это были, конечно, деньги. И тогда вот приобрели мы все, что можно было. Он, конечно же, тратил на свое увлечение. Впервые общественность увидела эти экспонаты на выставке музея Арсеньева. Мероприятие посвятили 190-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Потом была Болдинская осень, затем во Владивостоке открыли Пушкинский театр. Туда пригласили Александра Бутырина. Таким образом сложилась Пушкинская улица, Пушкинский театр, Пушкинский музей. Спустя годы поменялись приоритеты, и Пушкинский музей прекратил свое существование. В общей сложности проработав 10 лет. Не стало и создателя коллекции, но его дело продолжает жить усилиями жены Натальи Владимировны и сына Дмитрия Александровича. Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. И лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Я был немножко в шоке, а именно в том смысле, что человек посвятил более 30 лет тому, чтобы собирать коллекцию Пушкина, но он того достоин. Чтобы ради него собирали и тратили достаточно много времени. Ведь он потратил достаточно больше. Свою коллекцию Александр Бутырин никогда не прятал. Собирал ее не для себя и своих близких, а для тех, кому интересна жизнь и творчество поэта Пушкина. Главными почитателями своего детища Александр Вячеславович считал учеников 62-й школы. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда надежду я имела. Хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас. Дети идут сюда с удовольствием. Это для них на переменах. Малыши прибегают, смотрят, задают какие-то вопросы. Потому что это... Еще раз говорю, что спасибо. Если в конце концов у нас когда-то в школе будет музей, И еще раз скажу эти слова, что наши школы и наш музей снова живут, снова раздадутся детские голоса. И посетители будут погружаться в пушкинскую эпоху не только в дни памяти, но и в дни рождения Пушкина. Сегодня коллекция семьи Бутыриных разбросана по городу. Часть находится в библиотеке 62-й школы, часть в пушкинской библиотеке. А что-то Наталья Владимировна хранит дома. Но есть одна большая мечта – собрать все, что связано с поэтом Пушкиным, в экспозицию под одной крышей. Желательно на базе учебного заведения. И сделать музей доступным для всех желающих. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.